Всем пламенный нежный привет, девчонки и мальчишки из Курского Соловиного Края. Сегодня Таня с покупками. Посвятила 2 часа своей жизни путешествию по магазинам. Девочки, посетила фикс прайс, специально ездила целенаправленно за вот этим жидким мылом. У нас вот такое сейчас в ходу, алоэ вера с липой, ну еще на пробу взяла с ромашкой. Девчонки, очень хорошее мыло, дешевое, 77 рублей всего лишь, большой объем. Конечно, я вот эти штуки меняю, у меня дозатор, милое дело. Ухватила себе частин, вы знаете, потому что Таня один оставила, чтобы котов гонять, а это мне пригодится для ванны и туалета. Дальше девочки, была в пятерке, попала на акцию, что характерно, вот такое жидкое мыло. Для наших, скажем прямо, интимных дел, очень хорошее. Оно стоит на самой нижней полке, девчонки. Кто внимания не обращал, я вам просто советую. Очень нежный запах, консистенция нежная. И объем довольно-таки большой. Не вижу, сколько здесь девчонки. Сейчас посмотрю, найду. 500 миллилитров, пол-литра за 117 рублей. Тут и скидка не нужна, потому что везде гораздо-гораздо дороже. 250 всего лишь миллилитров. Дальше, ребята, мой любимый. Ель для стирки. Концентрат Бимакс. Я обычно, девчонки, уже вам показывала, вот такой беру. Здесь уже мне мало. Это колор. Хотела взять такой, девочки. Он был по 189 рублей. Но потом мы с сыном подошли к другому, как говорится, к другой полочке, где именно все по скидке. Девчонки, прям вообще шикарная цена. Я даже ухватила две упаковки. По 139 рублей. Уже дешевле. Ну, дешевле уже некуда. Смысл у них один и тот же. Только что название другое. От пятен, а тут колор. Хорошая очень гель. Я почему-то от порошков отказалась, девчата. Перехожу на жидкие. Вот такие у меня сегодня химические покупки. Ну, заодно уже, к слову, девчата, покажу вам. Это покупал мне муж, я просила. В магазине Майдадыр. Кто еще не нашел свое средство, пятновыводитель или отбеливатель, попробуйте. Очень хорошее. Босс. И, так скажем, прямо щадящий. Не запаха не имеет особо. Тоже две упаковки по 109 рублей он мне взял. Так что Таня запаслась химией надолго. Выстирывать будем все, вымывать. После лета выводить все грязные места. А вообще, девчонки, с чего все начиналось? У Тани закончился клей. А клей мне просто необходим. Я поехала к X-Price, ну и получается попала в другие магазины. Взяла клей. Это очень хороший Эрик Рауза. За белку себе. Я пользуюсь только таким штрихом. Никакие ручки я не использую. Ну и, конечно же, обязательно у меня и в сумке, и в рабочем столе упаковка. Ой, девчонки, салфеток и масок и всего остального. Поехал за одним за мелочью, а потратился на хорошую сумму. На химию. Ну, кроме химии, кое-что еще ухватило. Девочки, что Таня купила из съедобного, из сесного. Вот такой хороший, как я говорю, ландрын. Это лопатка, девчонки. Моталась сегодня специально в фермерский магазин и взяла 2,700 кусочек. Но, говорю, уже не режьте, пускай остается. Тут и сало есть немножко. Хороший кусочек. И вся эта красота, вот они вышла на 920 рублей. Соответственно, цена по 300, по-моему, 18 рублей килограмм. Не хочу врать, но 300 с лишним это точно. Вот такая вот красота. Сейчас перекручу, сделаю фарш. Котлетки сразу покушать. покушать. И хочу, девчонки, все-таки перец, перец нужно начинить срочно, потому что он уже начинает привидать. Такая у меня задача. Приучалась с работы и быстрее задела. Лезет Таня. Ой, девчонки, в морозилку. Что у меня получилось, вам сейчас покажу. Не снимала подробно, девчонки. Вот из мяса, которое я купила, у меня получилось 2 пласта фарша. 1,800 грамм, другой килограмм. Там у меня еще фарш с петушку. А вот это мои хорошие котлетки. А это котлетки. Я решила все-таки не все сразу потушить, пожарить, а сделать полуфабрикаты. Вот получается 6, и 6-12 штук. Как раз хорошо. Нам на четверых, с дедушкой получается, он четвертый, по 3 штучки. В любой момент, Таня готова будет к ситуации, когда все проголодались. Беру девочке пакет плотный, ее разлагаемый из фикса. И сейчас туда, свои котлетки. Специально делаю их простыми, чтобы мне аккуратнее их потом сохранять. Что интересно, здесь уже есть все. И соль, и батон, и картошечка. Я такие делаю котлетки. Лучок, чесночок. То есть все такие я жарила, точно такие же и отложила про запас. Бывают ситуации часто, что надо очень быстро пожарить не нужны полуфабрикаты. Как бы постараться так их аккуратнее сложить, потому что место у меня в морозилке не так уж много. А почему, ребята, скажу вам по секрету, занималась петушками на выходных. Шуршу, конечно. Занималась петушками, девочки. Что такое петухи? Петухи это, ну прямо скажем, кости в морозилке. Мясо с них не срежешь, грудки там малюсенькие, поэтому они кости в морозилке. Хорошие, наваристые, но все-таки кости. Девчонки, подписала конкретно 12 штук готовых котлет. Я всегда люблю конкретно подписывать, чтобы знать подробно, что где у меня в морозилке, потому что не только я туда ныряю, но еще и мои любимые мальчишки. А еще немножечко о заготовках. Девчонки, вот все выходные я возилась с петухами. Шесть петухов молоденьких мы прибрали. Но скажу вам по секрету, мясо из них совсем мало. Старалась вот так делать целую тушку. Видите, это крылья. Сейчас покажу. Прямо петушку, это шейки. Вот, прям молодого петушка. Целого я разложила, как смогла, без шеи, чтобы если что делать цыпленка табака, чтобы наподобие этого. Вообще, девчонки, невыгодно. Хоть муж обижается, потому что петухи только на навар пожарить. А так мяса на них особо нет. Это не бролеры. Петухи есть петухи, хоть и молоденькие. Вот, что тут? Шесть петухов, уже почти целый ящик у Тани забит. Закрываю, а то видите, как потеет. Ну раз уже, девочки, пошла по морозилкам, покажу вам полную, полнющую свою морозилку. Вторую, конечно, она у меня здесь только овощная и фруктовая. Смотрите, все забито. У Тани забито все. Ежевика, малина, там вдалеке в баночках перетертая клубничка. Это первый верхний ящик. Спускаемся ниже, второй. Тоже, девчонки, видно хозяйкам. Здесь у нас крыжовник, вишня. Ну-ка, Таня, что подписано на тебя? Ежевика. Отлично. Тоже сюда, конечно, можно поставить еще бочком. Да уже особо нечего. Малинку я варю. Дальше едем. Вниз спускаемся. А третий ящик еле отвела. Девчонки, сильнее не буду, потому что вывалится. вообще под упор слива от соседки от Тани, абрикосы наши, забито все, слава Богу. Теперь ящик выдвижной. Мне такие, конечно, ящики девочки больше нравятся, чем просто открывающиеся. Малина, ежевика, на дне там, я знаю, у меня вишня есть. Все отлично, все до упора. Пятый, пятый ящик, неполный. Это радует. Здесь у меня морковь и свиное, видите, сало. Все перекрутила я. Пригодится смешивать с сухим индюшиным фаршем. Девчонки, сюда у меня еще свекла должна пойти. Ну и по мелочам что-то. Тут есть местечко. И, наконец, последний ящик, он маленький. Видно вам, он из другой морозилки прозрачный. Тут только красная смородина. Ой, которую Таня я в этом году усердно заготавливала. Все, все забито. Ура! Девочки, закрыла, потому что не хочу, чтобы намерзала. Индезит у нас ноуфрост. Я вам уже показывала. Всем я довольна в этой морозилке, потому что я ее не размораживаю полностью, только вытаскиваю ящики, протираю. Это мои малыши, когда они были малыши. Вот. Здесь, конечно, во второе место есть еще, но это мясная, а у нас еще птицы, как бабушка говорила, доволи. Будем еще управляться и все, морозилку складывать. Это стенол, точно такая же ноуфрост, все один к одному, но девчонки, здесь, сейчас быстренько, ой, открою, прозрачные ящики. С одной стороны лучше, я вижу, что тут у меня фарш, где косточки, где сало, все, 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 видно вам. И последний только я поменяла с первой морозилкой, но вот эти девчата хрупкие, опасно, очень опасно на них надавливать или наполнять полностью, поэтому Таня старается с этой морозилкой, хоть она новая, быть аккуратней. Вот такие дела наши. Под холодильником, девчонки, у меня тоже три ящика в морозильной камере, но эти ящики совсем слабые, совсем. Индезит тоже совсем старенький у нас уже, 2004-го, по-моему, или 2005-го года, даже тут кое-де потрескались, я скотчем прилепляла. Тут у меня тоже морковка, черемша и лоточек с моими бомбочками. А дальше всякие остатки. Показывай, не показывай, все, что нужно и еще не использовано. Вот так, ребята, морозилок много, но и есть чем поживиться в них, скажу вам честно. Вывод какой, девчонки, я хочу вам сказать из своей жизни. Вот тут тоже Индезит видно вам, да? Тоже Ноуфрост у нас холодильник, но это старый холодильник, девочки, чем он хорош. Прям мы так удачно с мужем купили. Девчонки, что отдельно скажу о холодильнике своем. Холодильник у нас старенький, да? Индезит, но еще, видимо, первого поколения. Девочки, чем он хорош? Он просто замечательен тем, что у него верхняя камера и нижняя морозилка имеют отдельный мотор. Вот эти он мне нравится, что если я мою холодильник, морозилку я не отключаю. И наоборот. Ручка, конечно, торчащая, но какой был тогда, другого не было. Вот такие приборы на нашей кухне нас выручают. Замораживаем, сушим, сушилка видна, и занимаемся разными заготовками. Зима, спасибо, скажет хозяйке и хозяину тоже. Пока-пока, девчонки, наболтало много. Пока.